приветствую всех в этом видео рассмотрим оригинальный телефон motorola v3i одну из последних модификаций в так называемом хромовом исполнении здесь мы видим цвет у него салатовый с хромовой рамой и так что же входит в комплект этого телефона в данном случае он идет с оригинальными такой модели здесь наушники микрофон совмещенные в одном устройстве заменяемых насадок наушники с американской вилкой достаточно легко найти переходник на европейскую любую другую елку то есть это откидывается таким образом и одевается сюда любой переходник здесь стандартный mini usb разъем надо заметить также что этот телефон точно таким же образом может заряжаться от usb порта любого компьютера далее в комплекте новый usb кабель кстати с помощью которого точно также можно заряжать этот телефон от компьютера который способен выдавать порядка 0 5 ампера на входе ну то есть любой принципе usb порт современного компьютера на это способен далее естественно крышка оригинальная идет вот такая оригинальная батарейка совершенно легко и рассмотреть как мы видим батарейка она конечно не новое сделано на 2005 году в принципе этой батарейкой в использовании не было ну так как она конечно уже определенное долгое время пролежала где-то там на складе может быть и таскать неизвестно в каких условиях она хранилась естественно ожидать от нее будто сто процентов заявленные вот это ему таскать отдачи 710 миллиампер в час возможно конечно не стоит потому что батарейка все-таки уже более 10 лет существует но однако это батарейка заряжается держит заряд поэтому в принципе пользоваться не нужно но для скажем так более более комфортно работа с этим телефоном я бы рекомендовал приобрести вот такого типа батарейку называется на безе 60 это батарейка бир 50 это безе 60 это более мощная батарейка она используется в принципе в других телефонах в телефонах потом в 3 xx и в 6 макс но она точно так же подходит по форм-фактору для этой модели и эта батарейка более мощно 900 миллиампер час и естественно дольше держит заряд поэтому в принципе я бы рекомендовал купить новую оригинальную батарейку такого типа но что же это то что касается на счет того какой комплект у этого телефона теперь более подробно рассмотрим телефон и так вот аппарат у нас здесь до сих пор находится заводских пленках то есть пленку у него на передней панели на крышке антеннного отсека сзади точно так же на крышке динамика и когда мы открываем телефон мы видим что заводские пленки у него на экране и на клавиатуре сразу надо заметить такой факт что в этой телефоне телефон это сделал не для россии был у него клавиатура только латинская то есть на клавиатуре нет русских символов нет керемических символов только латинские буквы это не мешает телефону быть полностью русскоязычными единственная проблема которая может возникнуть это только если вы очень часто набираете русские sms и не можете запомнить русское расположение клавиатуры то есть в принципе каждому набору символов латинских соответствует такой же такая же группа русских символов поэтому если запомнить русскую раскладку клавиатуры то набирать можно в принципе не глядя на клавиатуру то есть сам телефон абсолютно поддерживает русский язык он позволяет писать и читать русские sms он имеет русскоязычный интерфейс единственная проблема в том что может быть проблема хотели в принципе я на прилично этой проблемы не вижу это в том что нет русских букв на клавиатуре но тем не менее это оригинальный телефон поэтому здесь нельзя говорить о каких-то там допустим модификации как обычно делают с неоригиналами или допустим русским это полуоригиналами когда на них производит лазерную гравировку русских букв здесь ничего этого нет это абсолютно оригинальный телефон поэтому там есть именно в латинском исполнении так значит давайте посмотрим внимательно как выглядит телефон я просто почему сразу говорю крышку я просто не ставлю потому что я пока не ставлю тарик вот она обычная крышка такая металлическая оригинальная сейчас ее можно вынуть посмотреть как она выглядит чтобы убедиться в том что это такой же оригинал как и все остальное посмотрим ее вот она абсолютно новая оригинальная крышка вот такая просто если мы сейчас начнем ее одевать то вот эта пленка здесь она будет немножко мешать нам надеть эту крышку а так как я не хочу снимать эту пленку то принципе это не самые удобные сейчас но можно попробовать вот так вот немножко отогнуть ее отогнуть эту пленку и вот мы видим что крышка у нас садится прекрасно все подходит как и должно быть естественно оригинальном телефоне на сразу заметить что во всех этих телефонах крышка всегда темнее чем остальной корпус и соответствует по цвету вот вот этой панели то есть это это металл все остальное здесь пластмасс это металл это металл это пластик и это пластик а это скажем так металлизированная рама то есть здесь очень интересный какой-то состав это не металл чистый но и не пластик это какой-то весьма сложный какой компаунд который покрыть сначала медиа потом гальваническим способом нанесен на него хром и так крышками снова значит отложим в сторону посмотрели крышку и внимательно рассмотрим как выглядит сам телефон то есть на нем пленки вот так он выглядит это его передняя сторона посмотрим все углы внимательно если какие-то щели зазоры люди часто спрашивают а вот если зазоры а вот допустим у вас вот телефон вдруг он допустим не оригинал он такой сикой он кривой ну как мы видим здесь во-первых я скажем так ни разу никогда не видел ни оригинала в хромовой раме во вторых как мы видим здесь никаких проблем с подгонкой деталей нет как и не может быть потому что ли фон полный оригинал еще раз поскольку есть достаточно хорошо видно как он выглядит кстати очень важно заметить то спите вообще это касается многих телефонов не только допустим этой модели практически большинства скажем так таких телефонов которые имеют либо допустим мини юсби либо микро юсби разъем от очень хорошо видно что здесь абсолютно новый не ничем не испорчили не поцарапанный юсби разъем то есть что говорит о том что телефон абсолютно новый потому что если бы предположим это был рев то этот юсби разъем выглядел бы очень таким скажем так покоцанным поюзанным то есть видно было бы что у него неровные углы ему самих контактов и там может быть какая-то грязь и так далее то есть много таких вещей которые выдают скажем так вот вещь которая уже была в использовании то здесь мы видим что это абсолютно честно я сначала скажу что это одна из последних модификации здесь принципе стоит достаточно свежей прошивка но имеется модификации по железу который внутри находится это не очевидно но тем не менее здесь есть некоторые усовершенствия по сравнению с первыми выпусками и отличить одну из последних модификаций то есть уже то что выпускалось когда эта модель скажем так подходила концу своего модельного цикла можно вот по вот этому вот индикатор воды который вот здесь от находится на более ранних выпусках его здесь не был он был вот здесь на более поздних выпусках он находится на корпусе рядом со слотом для карты памяти и так значит теперь перейдем к следующему вопросу который очень многих интересует чье производство здесь как мы видим написано сделано в китае что это значит это значит именно то что это сделано в китае официально на заводе моторола некоторые люди скажем так думают что если написано сделано в китае то это что-то такое не очень оригинальное поддельное значит объясню конкретно почему это не так потому что все не оригиналы все подделки все рифы и скажем так телефоны которые не поступают по официальным каналам не поступают по официальным каналам и который приходит из китайских мастерских где их собирают там неизвестно каких условиях они все не имеют надписи сделан в китае обычно пишут сделано но и некий то есть в англии это вообще нереально потому что в англии делались моторолы сначала 90-х годов иногда пишут сделано мы ведь бай мотивом а то сделано моторолой вообще непонятно динок так пишут сделано в сингапуре что в принципе бывало но вот эти модели в сингапуре практически не выпускались был какой-то очень ограниченный тираж начальная потом все производство было перенесено только в китае все последующие модели ждали столько в китае принципе когда-то даже германии было производство но именно вот в 3 я ни разу не видел сделаны в германии так вот дело в том что если вот периодически допустим китайской таможне когда проверяет отправку телефонов частными продавцами допустим заграничных покупателей надо бывает там такие таможенные рейды если допустим они обнаружат что на каком-то телефоне написано мы и ренчайна то они потребуют объяснить откуда он происходит то есть с какого завода какая фирма его произвела естественно никому не хочется связываться с китайскими официальными органами ни одному частному продавцу потому что это огромная головная боль это если сразу конфискация товар потому что они естественно не смогут объяснить откуда у них этот телефон если он будет написано что мы и начали поэтому они пишут любую страну не китай и тогда в принципе китайской таможне совершенно безразличны потому что это считается бушным товаром и их уже не интересует каким образом попал в китай потом главное что он не сделан в китае главное что здесь нет вопросов налоговых проблем и так далее и поэтому вот это очень важный фактор что телефона на которых написано сделано в китае это телефон оригинальный может быть и каким-то там редким исключением я не знаю что касается моторола это точно то есть это один из признаков и так теперь значит откроем телефон посмотрим что мы здесь именно здесь как мы видим хромированная рама такая же такого же тона клавиатуры если мы сравним это со стандартным b3i то на стандартном и 3 клавиатура тоже называется ганна эту игры здесь то есть скажем так цвета вороненой стали здесь она более хромовая то есть более белого цвета клавиатуры для полного соответствия по цвету раме и так ну что же так вот выглядит телефон теперь давайте мы включим для того чтобы включить я буду использовать сейчас вот такую батарейку вези 60 не потому что с ним удобнее работа просто же оригинальным тарик сейчас не заряжена и так я вставляю карточку мтс сюда вставляю батарейку и смотрим что у нас происходит открываем телефон включаем его загорелась клавиатура характерный звук включаем у телефона но сейчас происходит поиск сети значит мы сразу видим что телефон переключился в русский язык потому что здесь установлена автоматически выбор языка и соответственно тот язык который занесен на сим-карте как основной он включается в меню телефона сразу автоматом 10 времени дата написано установка оператором включена то есть здесь включена выключена это стоит оставить на включенном потому что это автоматическая с проверка времени по времени оператора по сети поэтому естественным выбираем установлено включено и выходим из этого меню и сразу замечаем что у нас тут появился значок gprs мтс и включилась видим время текущие правильное и значит русское меню если мы сейчас вот так сделаем закроем телефон то мы видим время на маленьком экране до тех пор пока он будет гореть но там это устанавливается по меню можно сделать очень короткой подсветку можно сделать там по-моему до двух минут подсветки этого экрана и далее уже он просто будет показывать время вот в таком вот вот полу подсвеченном режиме то есть очень хорошо будет вида на солнце это все то есть не надо открывать телефон сюда видно время и так откроем снова телефон что мы здесь видим здесь у нас собственно говоря ничего нового оригинального нет по отношения другим мотором стандартным это русское меню игр приложения sms bluetooth и так далее ну вот это настроить здесь имеет смысл обратить на то какие языки здесь есть да вот что касается подключения такой пункт подключения это как мы видим здесь есть три пункта юсби синхронизация bluetooth и значит симптомом который в принципе сейчас не работает потому что это нужно чтобы ваш интернет-сервер сервер провайдера вашего сана поддерживалась функцию синкой мы практически ни один проводилась и этого не поддерживает у нас интересует вот юсби синхронизации то есть для того чтобы телефон заряжался от кабеля юсби который подключен к вашему компьютеру нужно выбрать вот модель телефона не карту памяти потому что очень часто бывает так что когда есть без соединения включена по умолчанию на карту памяти то компьютер начинает воспринимать телефон как так называемый имиджин девайс то есть не заряжать его а пытаться сочетать с него фотографии нам не нужно поэтому лучше оставить на модели телефона тогда у вас всегда будет заряжаться телефон когда вы будет подключать его компьютер и так выйдем отсюда еще раз зайдем меню посмотрим что здесь у нас значит еще интересного но вот основные настройки наверное здесь единственно интересный пункт это язык меню то есть вот увидим сейчас что он выбран автоматически согласно тем данным который занесены на карте память на на сим-карте прощу кишине и здесь еще следующий есть практически все европейские североевропейские языки английский немецкий и вот русский язык то есть для скандинавских стран здесь языковый пакет англии германии россии у нас и автоматические выборы языка поэтому поставим сюда допустим английскую сим-карту то у нас будет английский язык немецко немецкий русский значит русская сим-карта естественно сразу включает русский язык оставим его на русском языке ну что еще можно здесь показать как телефон работает ну наверное да это и последнее что можно посмотреть значит да ну вот включим камеру посмотрим что камера работает сейчас включилась камера мы видим батарейка наша здесь вот она вот она крышка и так далее все это мы выключим вот и что еще ну наверное позвоним в нтс посмотрим как происходит связь по моему там телефон 0890 насколько я помню и вот и сразу включим громкую связь ну и для того чтобы прослушать работать мы слушали громкую связь давайте еще раз позвоним и теперь уже послушаем просто по обычному динамику то есть ваш баланс равен 10 я надеюсь сейчас будет слышно подключить обещанный платеж я просто поднес микрофон и камера то есть и то и то работает понятно прекрасно вот значит то есть то о чем я говорил русский язык полностью поддерживается меню телефона вы можете читать и писать русский смс просто проблема состоит в том что при наборе русских символов вам надо запомнить русскую раскладку клавиатуры то есть вот если сейчас мы допустим войдем в меню смс выберем создать сообщение новое сообщение то здесь вот мы будем действовать таким образом что он допустим у нас сейчас здесь установлены и беси то есть английский вариант здесь мы переключаем его на на русский вариант вот так вот это опять английский опять русский а извиняюсь немножко не так это делать я уже просто забыл как это делать и делал через меню вот режим ввода текста основной числовой символю то есть на основной это текста так здесь далее что у нас еще входим опять меню установка года это вам и язык первичная установка то а вот очень важно да то есть вот здесь первичная установка то есть то что вы то что вводится когда нажимается клавиатуры сейчас стоит айтеп английский мы берем тип русский вторичная установка ну например допустим нет вторичной установки вообще допустим все то есть просто мы набираем только на русском языке она или в принципе я думаю что можно выбрать допустим айтеп английский так и так русский язык у нас включенный вот у нас теперь здесь идет вот допустим здесь и беси на русской клавиатуре здесь будет чтобы она более видно а бы в игре то есть вот а если мы нажмем два раза то получится буквы от 1 2 в 3 раза в и четыре раза 1 2 3 4 и так далее то есть вот таким образом набирается русский текст то есть мы просто помним какие русские символы соответствует какой клавиши и набираем русский текст методом кратного набора этих клавиш это достаточно легко разобраться в этом ну вот такая вот ситуация вот так вот выглядит этот телефон включенном виде еще раз посмотрим теперь выключим все телефон выключен как мы видим телефон работает телефон абсолютно новый и на этом мы наших обзор закончим спасибо за внимание